Всем привет, вы на канале Суперкит. Снова дали подержать в руках SSD, которого у меня на обзоре еще не было. На этот раз еще и новая фирма. Не в смысле, что она новая вообще, а что в моих обзорах такой не было. Хотя на слуху эта фирма очень давно, но в деле ее продукции не видел. Именно этим и займемся в этом видео с представителем на 120 гигабайт. Модель AS340X, SATA 3, тип флеш-памяти 3D TLC, форм-фактор 2.5 дюйма, толщина 7 мм. Google переводчик говорит о том, что в русском языке это читается как о пассерах. Корпус пластиковый с металлическими гайками для крепежа. Подключение и инициализация. По итогу доступно 111 гигабайт. Как и обычно, можно посмотреть, что пишут на официальном сайте. Честно сказать, не вижу особого смысла останавливаться на всех параметрах, кроме одного самого главного. Правда, увидеть его можно, только если пару раз еще перейти по ссылкам дополнительно. В общем-таки добравшись до этого параметра, открывается информация, что ресурс TBV равен 70 терабайтам. Максимальный объем для данной модели 960 гигабайт. К слову, ресурс для такой емкости, что логично, больше во столько же раз, во сколько и емкость, а именно 560 терабайт. Остальные значения приведены лишь для соблюдения формы. Думаю, если кому-то эти данные нужны, можно поставить на паузу и изучить их. Здесь же на сайте можно увидеть фирменную программу, которая покажет общую информацию, а также можно сделать простенький тест. 40 градусов, которые не меняются, опять твердотельник без датчика температуры. Вот ладно бы, просто не было бы датчика. По-моему, когда у меня был SSD от Intel, там просто прочерки были в графе температуры. Не помню точно у Intel или нет, пожалуй, это не сильно важно, но кто-то из производителей точно честно подавал информацию для вывода в программу. Сейчас в моде постоянные недомолвки и введение в заблуждение. С точки зрения производителя, согласен, зачем волноваться и думать, почему температура не отображается. Покупатель начнет думать о каких-то неисправностях, будет волноваться, что что-то не так, будет переживать. А так, влепили ему фейковые 40 градусов, он зашел, посмотрел и на сердце покой и радость. Как и обычно, CrystalDiskInfo показывает информацию о диске, а CrystalDiskMark скорость работы. В результате так называемых синтетических тестов скорость чтения и записи кажутся превосходными. Стабильные 500 с плюсом мегабайт в секунду. В HDTune скорость чтения также более 500 мегабайт в секунду. Ровная горизонтальная прямая. Smart Victoria и тест поверхности на отзывчивость секторов. Все идеально, во всяком случае пока диск пустой. Все до единого сектора имеют минимальный по времени отклик. Я даже уже не удаляю файлы, которыми тестирую твердотельные накопители со своего основного SSD. И вот опять они нужны. Именно эти файлы общей емкости чуть более 100 гигабайт как раз и будут записываться на сегодняшнего героя видео. Скорость записи держалась около отметки 500 мегабайт в секунду первые 40 гигабайт. После скорость падает и немного волнами изменяется, но она не сильно отклоняется от отметки 50 мегабайт в секунду в любую из сторон. Неплохой вариант для такой емкости, учитывая емкость лишь в 120 гигабайт, совершенно очевидно, что это будет системный диск. Похожие результаты были в недавнем тесте mSATA SSD накопителя TanBash емкостью 128 гигабайт. Очень сомневаюсь, что одномоментно на системный диск может быть записано более 40 гигабайт за один раз, особенно если учесть, что часть твердотельника будет занята операционной системой и установленными программами. На финал снова тест в CrystalDiskMark, но в случае уже заполненного SSD. Вот такие дела. Покупался он в ноутбук, где должно было произойти классическое улучшение в лице установки твердотельного накопителя, переустановки старого винчестера с помощью optibay кармана в отсек вместо DVD привода, а также посредством добавления азу. Для этой цели была куплена планка в 8 гигабайт фирмы AFOX, но к сожалению планка хоть и определилась в биосе, но ноутбук с ней не заработал. Причем ее пробовали и в компании с другой планкой и отдельно, а позже и в другом ноуте, везде одинаковый симптом. Как только начинается загрузка ОС, винда бесконечно грузится. Поэтому полный апгрейд не удался, а что там дальше происходило я не в курсе. Знаю, что планку планировали вернуть в магазин и придумать какое-то другое решение. Но вот такое тоже бывает, планка из магазина ни в какую не захотела работать. SSD есть очень разные, но в кое-то веки хочу обратить ваше внимание на то, что на Алиэкспресс появились большие количество подделок. Вообще по памяти, а именно по внешним винчестерам, флешкам и картам памяти там такая проблема очень давно. И видимо китайские инноваторы решили, что тема твердотельных накопителей зря простаивает. Я не покупал перечисленные носители информации, но исходя из их цены вывод очевиден. 33 доллара за 1 терабайт это невозможно, даже если представить, что китайские дети будут бесплатно в ночную смену лепить эти творения. Более того, появились и закосы под Samsung. Визуально такой накопитель очень похож, кроме отсутствия названия бренда на лицевой стороне. Наклейка, правда, выполнена кустарно, как будто мошенники дают знак тем, кто разбирается, мол развод не для вас, проходите мимо. Сегодняшние технические средства явно дают возможность сделать этикетку из разряда как две капли воды в сравнении с оригиналом. Скорее всего в реальности там будет очень низкий объем, который будет закольцован, а реальная емкость, если китайцы придерживаются этого пункта, это где-то 250 гигабайт. И одно дело, когда во внешний карман от фирмы NoName вместо настоящего SSD китайцы ставят через адаптер карту памяти, а для веса клеят болтики и совсем другое дело, когда уже сам накопитель является подделкой. Тут уже просто криком кричущий вопрос к Алиэкспресс, вы собираетесь что-то с этим делать? Вот я нашел такой товар, который чисто случайно напоминает разные известные фирмы. Ну и цена, это как торчащие уши спрятавшегося зайца. Нельзя не отметить, что наибольший процент дичи в разводе выпадает при запросе Xiaomi SSD. Валом такого добра, по 30 терабайт прямо. При том, что SSD с объемом 8 терабайт насчитывается на пальцах двух рук, а посчитать модели с объемом 16 терабайт хватит и пальцев одной руки. Но китайцы что-то знают и продают якобы по 30 терабайт. Про такие разводы в прошлых видео я также поднимал вопрос. Кстати, присматриваю себе SSD M-SATA на 1-2 терабайта для кармана M-SATA. Но как-то пока не решаюсь, неплохо было бы иметь такое устройство, но платить за него пока не готов. Тем более, что это исключительный Китай, а значит могут быть нюансы. Стандарт M-SATA почти умер, к сожалению. Теперь если не M-SATA, то придется смотреть в сторону M-2, выискивая размер 2242, что тоже, скорее всего, приведет меня на Алиэкспресс. А если не 2242, то тогда размер M-2 будет 2280, причем скорее всего с разъемом типа мама на самом SSD, а значит придется в качестве балласта носить еще и кабель, который будет соединять накопитель с компом. А это уже достаточно громоздкий вариант, который заставляет подумать, есть ли смысл за такое платить. Ведь на рынке БУ, которым я не брезгую, можно найти даже SATA SSD Samsung за такие деньги, чем какой-то другой фирмы, но M-2, даже если M-2 будет иметь интерфейс подключения PCI-Express. Все равно и одно и другое будет почти одинакового размера, с кабелем в комплекте и все равно будет ограничение скорости из-за пределов порта USB. И поэтому я бы согласился на увеличение размера внешнего накопителя до стандартных 2,5 дюймов, но тогда уже и получив за это брендовый накопитель. Но это так, мысли вслух, пока еще я далек от этого. Вообще, скорее всего, будет и для меня какой-то накопитель. Но вот я не пойму пока какой. Ведь определенно что-то думать нужно, если честно, одного терабайта в ней лично мало, а выше одного терабайта SSD уже очень сильно расходится по ценам с винчестерами. А хотелось бы вообще с запасом, чтобы не было опять впритык. С минимальным запасом это получается 2 терабайта, а хотелось бы не с минимальным, то есть уже 4 терабайта. А 4 терабайта стоит за облачную сумму. Если таки куплю какой-то накопитель, то расскажу о ходе своих мыслей. Хотя тут можно целое видео сделать на одни только рассуждения о том, что именно купить. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok